Уважаемые делегаты, небольшие организационные объявления. Вы знаете, ковид никуда не ушел, и мы настоятельно рекомендуем использовать лицевые маски. И они будут раздаваться на рецепции. Если вы чувствуете себя не очень хорошо, если у вас есть какие-то подозрения, пожалуйста, сообщите в секретариат ЮНЕП. Мы окажем вам всяческую помощь. Спасибо. И соблюдайте социальную дистанцию. Добрый день всем. Я буду краткой, с удовольствием присоединяюсь к вам на этом диалоге. Это экспериментальный формат. И если что-то не получится, заранее извините. Но мы все стремимся к новациям. Как секретариат нашего процесса, мы сталкивались со многими из вас, разговаривали о том, что вы хотели бы видеть в ходе нашей встречи. И заинтересованные стороны сказали, что они очень заинтересованы в обсуждении повестки, которую мы обсуждаем. У нас около 1300 наблюдателей, помимо государств-членов. И с нашей стороны государства-члены пытаются сформировать повестку дня. И то, как мы будем работать дальше. Сегодня утром государства-члены высказались о том, что они хотели бы видеть в будущем документе. Многосторонний форум, со своей стороны, это творческий, полный энергии орган. И это мощная демонстрация объединенных голосов за одним столом. И сегодня мы надеемся продвинуться в этом диалоге, сделать двусторонним этот диалог. Это уникальная возможность для всех услышать голос друг друга. Это отличное место для обмена идеями, мыслями, особенно для МПК, чтобы взять на вооружение ваши мысли и ваши предложения по нашей общей повестке дня. И, как и пленарном заседании, участие в многостороннем форуме подразумевает перевод на шесть официальных языков. И сейчас хочу передать слово нашим прекрасным модераторам. Мануэль Видаль, посол по повестке климатической КБР. И я надеюсь, он будет и послом по нашей повестке, по пластику. А также госпожа Ачария, которая в последний момент также согласилась с большим энтузиазмом поддержать наш диалог. Я передаю слово им. Спасибо большое. Спасибо всем вам за участие в этой части многостороннего диалога. Коллеги, вы знаете, наступило время впервые провести инновационно этот диалог, обсудить будущее, юридически обязывающий документ, поделиться идеями, опытом, конкретными предложениями. И это реальная фантастика. Кто-то из вас, может быть, чувствует, что надо все обсуждать на пленарках. Это неправильно. Понимаете, живая дискуссия, которую мы ожидаем в рамках этого диалога, будет не просто каким-то дополнением, а конкретным итогом, который можно будет добавить к тому, что происходит на пленарке. Я в какой-то степени могу сказать, работал много-много лет по теме противостояния изменению климата. И я сам видел, насколько подобные обсуждения могут быть полезными и эффективными. Я надеюсь, что и сегодняшний диалог будет таковым. Я призываю всех активно участвовать в этом диалоге, поскольку этот диалог будет своего рода дополнением к той работе, которую мы провели в субботу. И это будет еще одним кирпичиком в ту базу, на которой мы будем строить наш будущий инструмент. Я хочу показать краткое видео, которое показывает важность этого диалога. Я хочу сказать о том, что самое главное – это обеспечить то, чтобы все голоса были услышаны. С тем, чтобы мы завершили работу над этим текстом, с тем, чтобы... Если к 2024 году у нас не будет юридически обязывающего документа, то тогда это значит, что нам нужны какие-то лучшие мозги. И именно поэтому мы собрали всех вас. Будучи жителями такого маленького острова, как Ниуэ, мы не производим пластик, но получаем его в большом количестве. Мы считаем, что те, кто занимаются сбором мусора, очень важно и этим людям быть частью такого процесса переговоров. И это исторический момент для нас, и нам хотелось бы узнать, что будет. Недавно мы создали группу, которая предлагает независимую... Очень интересно услышать от людей, которые занимаются разработкой всех этих подпунктов. Мы недавно создали группу. Она новая, называется «Научная сеть за эффективный договор по пластмассам», которая также предлагает независимую экспертную оценку и поддержку государственным членам на протяжении всех переговоров по МКП. На будущих форумах заинтересованных сторон, если мы сможем сопоставить результаты, например, в документах МПК, непосредственно будем информированы о процессе. Это очень важно. Очень важно учитывать и проблемы гражданского общества. С нашей точки зрения очень трудно обеспечить равномерный вклад заинтересованных сторон, когда компании, которые являются непосредственными причинами кризиса, имеют разные места за столом с обществом, которое страдает от пластмасса. Я думаю, что предпосылка этого многостороннего форума заключается в том, чтобы мы услышали разные голоса и с тем, чтобы мы увидели, что за каждым столом люди привносят свои идеи, свои дебаты, свои позиции в эти дебаты. Необходимо, чтобы была отчетность государств-членов. Мы считаем, что наши мысли и чувства должны циркулировать быстрее, чем пластик. Нам нужна каждая из наших точек зрения, чтобы определить те действия, которые могли бы быть наиболее эффективными. И необходимо обеспечить успех. Мы не против пластика. Мы против пластика в окружающей среде. Мы надеемся, что как страна, принимающая, мы заложим путь к тому, к чему мы стремимся. Надо остановиться в наших разговорах и начать конкретно делать дела. Фантастическое видео. В принципе, мы услышали нашу коллективную цель. Совместная работа для того, чтобы побороть пластиковое загрязнение. Это и есть наша коллективная цель. Я хочу предоставить слово Шиле, которое подведет краткие итоги многостороннего форума, который у нас прошел, первой его части в субботу. Добрый день, делегаты. Я в течение 10 минут сделаю резюме итогов нашей работы в прошлую субботу. Более тысячи было участников, 1500. Остальные участвовали онлайн. У нас были представлены все регионы. Представлены 38% НПО, представители промышленности, межправительственных организаций, научные институты, гражданское общество. Были также и те, которые не принадлежат никаким конкретным группам. Господин Адриан Пенни, министр окружающей среды, выступил и рассказал о том, что необходимо использовать новые устойчивые модели производства и потребления пластика. Мы осознаем масштаб проблемы. Необходимо уходить от ненужного пластика, например, одноразовой пластиковой посуды. Мы говорили о циркулярности. И причем эта циркулярность должна быть заложена уже на этапе производства. Мы говорили о циркуляции и циркулярной экономике, о цикле закрытого потребления и что делать с тем, что невозможно переработать. Обсуждения между заинтересованными сторонами, которые прошли в субботу, касались трех областей. Исключение и проектирование с учетом циркулярности, циркулярность пластика, когда он уже находится в экономике, и минимизация рисков, и возмещение ущерба. И результаты работы разных круглых столов призывают к созданию руководящих принципов, которые должны лежать в основе договора. Во-первых, принцип того, чтобы объем пластика был меньше путем сокращения производства пластика. Например, путем сокращения тех пластиков, которые нельзя включить в циркулярную модель. Другой руководящий принцип – это использование анализа всего жизненного цикла пластика. И оценка риска, альтернатив, чтобы мы не создали такое соглашение, которое будет вызывать проблемы в других частях системы. И, наконец, в качестве руководящего принципа предлагается создать регуляторные рамки, которые учитывают права человека и научные достижения. В рамках каждой из этих групп предлагалось принять ряд мер в рамках данного глобального документа. В частности, предлагалось смотреть на запреты, например, запрет одноразовых пластиковых продуктов, а также решение проблемы токсичных добавок и сокращение общего числа полимеров, чтобы объем проблемы был меньшим. Также задавались вопросы относительно проектирования с учетом принципа циркулярности. Группы спросили, чтобы в глобальном документе учитывались, какие стимулы необходимы для инноваций в области проектирования, чтобы были стимулы для альтернатив, которые не являются вредными и могут заменить более вредные вещества, которые сегодня у нас имеются. Также была просьба о юридически обязательных стандартах, которые будут направлять деятельность частного сектора. Также звучали просьбы о повышении транспарентности и доступности. Что касается вопроса циркулярности на практике, группы просили обеспечить большую ответственность производителей, чтобы они были обязательными схемами в рамках этого договора. Они также просили рассмотреть вопрос международной торговли и как избежать отходов в рамках международной торговли пластиком, особенно при отсутствии возможности для переработки. Об этом говорит также Базельская конвенция. Они также говорили о подходящей инфраструктуре. Они просили запретить экспорт пластиковых отходов туда, где нет возможности переработки. Также звучали вопросы о госзакупках, что касается управления отходами. Звучал призыв работать с неформальными сборщиками мусора, чтобы обеспечить более стабильные рабочие места. Также звучала просьба обеспечить политику для запретов незаконного сброса отходов. И, наконец, касательно финансового механизма, звучали просьбы для создания инновационного механизма в рамках большей ответственности производителей. Система производителей платит налоги. И, наконец, вопросы подотчетности и представления потребителям необходимой им информации. Во второй части обсуждения за круглым столом обсуждалось то, что делать с повесткой дня многостороннего форума. И заинтересованные стороны просили структурировать эту повестку дня либо по типам полимеров, либо по секторам и по разным заинтересованным группам, чтобы меры могли быть приняты каждой из этих групп в ходе переговоров по этому документу. Также они просили в плане дальнейшего развития этого процесса по мере развития МПК прозвучали призывы к тому, как обсуждать те пункты повестки дня МПК или конкретные технические вопросы, с которыми будет работать МПК перед каждой сессией МПК, чтобы государства-члены могли пользоваться рекомендациями и предложениями разных заинтересованных сторон. Они также просили дать заинтересованным сторонам возможности рассказывать о вызовах и пробелах напрямую лицам, принимающим политические решения. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас. Я сшила хорошее резюме фантастического многостороннего форума, который состоялся в субботу. До того, как мы перейдем к первой групповой дискуссии, позвольте напомнить вам всем о цели сегодняшнего диалога. Во-первых, она заключается в том, чтобы определить нужды и интересы в рамках межправительственных переговоров. Это ключевой вопрос. То есть мы укрепляем доверие в рамках этого процесса. Также мы хотели бы содействовать диалогу, чтобы обеспечить разнообразие голосов в ходе переговоров. И, наконец, мы хотели бы предоставить пространство для обмена идеями относительно будущего диалога и того, как инициировать многостороннюю повестку дня. Это три цели. В рамках двух групповых дискуссий, которые мы проведем сегодня, обсуждения, разговоры, сам диалог, будет касаться трех основных элементов. Во-первых, шоу-кейс. Мы начинаем не с нуля, конечно. Многие организации могут продемонстрировать, какого прогресса они добились в достижении нашей общей цели заключения юридически обязательного документа. Так что мы услышим о действиях, а также определим соответствующий вклад. Второй аспект – это узнать об ожиданиях относительно договора, его структуры и содержания. Как вы знаете, завтра на пленарном заседании будут обсуждаться именно эти темы, поэтому важно услышать голоса различных заинтересованных сторон в связи с договором. И, наконец, мы обсудим, как сохранить этот диалог открытым на постоянной основе в ходе всего процесса МПК, включая межсессионной период, и как организовать повестку дня заинтересованных сторон. Это три основных элемента для сегодняшней дискуссии. Надеюсь, что к концу этих трех часов мы сможем подытожить эти три элемента и получить хорошие результаты. Позвольте также подчеркнуть ценность такого диалога. Конечно, это новаторский способ работы в рамках многостороннего процесса. И это продемонстрировало свою эффективность в ходе переговоров по юридически обязательному документу. Также это способ привлечь разные заинтересованные стороны, выслушать различные голоса и обеспечить большее доверие и авторитет процесса. Также такой диалог может обеспечить сближение точек зрения и интеграцию. Мы проводим этот МПК в контексте двух КС. Первый КС завершился в Шарм-эль-Шейхе и Египет, а следующий состоится в Монреале, где будет обсуждаться рамочный документ о биоразнообразии. И все стремятся к сближению точек зрения. Все смотрят на то, как можно обеспечить большую эффективность, интегрируя различные точки зрения. И я надеюсь, что этот диалог обеспечит подобную интеграцию. Сейчас пришло время перейти к первой групповой дискуссии. Эти групповые дискуссии, каждая из них будет продолжаться ровно час, 30 минут на выступление ораторов и 30 минут на выступление вас, присутствующих здесь в зале, а также людей, которые следят за работой МПК онлайн. То есть у нас будет час на каждую групповую дискуссию. Я буду модератором первой дискуссии, а моя коллега Аджали Аджарча, которая занимается пластиками в рамках Всемирного банка, будет модерировать вторую дискуссию, а после этого мы перейдем к подведению итогов. Итак, первая дискуссия – это дискуссия между заинтересованными сторонами и государственными членами относительно начального и последнего этапа жизненного цикла пластика. А вторая дискуссия – это тот же диалог между заинтересованными сторонами и государственными членами в связи с средним этапом жизненного цикла пластика. Сейчас, позвольте представить участников первой дискуссии. Хотел бы пригласить на сцену следующих участников. Представляет молодежь Ахмед Хойщик, представитель группы молодежи в ЮНЕП. Приветствую вас, Ахмед. Со стороны научных кругов, господин Альмоз, помощник профессора в университете Готенбурга. Добро пожаловать, Беттани. Со стороны нефтехимической отрасли, старший директор по глобальной политике в области пластика. Североамериканский химический совет. Добро пожаловать, Стюарт. Со стороны неофициального сектора, Мария Солидата из глобального альянса сборщиков мусора из Чили. Добро пожаловать. Со стороны экологических НПО Джуджу Исуати, представляющий фонд в Индонезии. И со стороны малых островных развивающихся государств. Госпожа Берни Беседес, координатор работы по охране окружающей среды из Палау. И, наконец, со стороны правительства Дани Радхинсиан, заместитель постоянного представителя при ЮНЕП и ООН Хабитата в посольстве Индонезии в Найробе. Добро пожаловать. Прошу вас, поприветствуйте сегодняшних ораторов, участников дискуссии. Друзья, сейчас я перемещусь. Как вы знаете, у нас есть пара вопросов к каждому из вас. Хотел бы призвать вас к следующему. Во-первых, постарайтесь выступать не больше пяти минут. Надеюсь, что мы сможем действовать интерактивно. И также прошу подносить микрофон как можно ближе к рту, чтобы мы вас хорошо слышали. Вопрос вам сначала, Зухайр Ахмед. Идея сегодняшнего мероприятия. Обсудите, какова роль вашей группы и как вы планируете действовать, чтобы прекратить пластиковое загрязнение к 40-му году. Но во время вашего ответа вы можете также рассмотреть, что вы хотели бы увидеть в договоре, что должен охватывать этот договор. Добрый день. Я Зухайр из основной группы детей и молодежи. Прежде всего, все молодые люди действуют исходя из эмоций и чувств. И они чувствуют, что все общество страдает от проблемы пластикового загрязнения. И они, конечно, обеспокоены этим. И они уже начали действовать в различных контекстах. Во-первых, роль молодых людей. Это самые инноваторские люди. Мы развиваем много экологичных альтернатив для пластика. И мы стараемся вывести их на рынок и представить их людям, чтобы они их использовали и сократили потребление пластика. Другая роль, которую играет молодежь, это то, что мы повышаем информированность других заинтересованных сторон. Мы привносим голос других сторон, поскольку молодежи являются наименее эгоистичными. Они думают о других сторонах, о других участниках. Зачастую они также дают голос другим группам. Например, женщинам, коренным народам и другим. Поэтому, как мне кажется, многие люди страдают от загрязнения пластиком, но не знают, как именно молодые люди должны играть очень важную роль в просвещении других молодых людей. И повышение информированности о процессе МПК и данном процессе для глобального документа по загрязнению пластиком. И они должны привлекать правительство, бизнесы, другие стороны к ответственности, поскольку это влияет на нашу жизнь. И решение, которое будет принято здесь, будет влиять на наше и будущее поколение, на нашу жизнь. Хотел бы также привести один пример. Во многих случаях мы наблюдаем, что молодежь из групп с низким уровнем дохода нуждена жить в районах, подверженных опасностям. И, например, пожары в пластиковой промышленности вызывают смертность среди детей и молодежи. Поэтому мы должны донести этот посыл о том, что фабрики нужно перенести в другие места, не поскольку люди с низким уровнем дохода вынуждены жить рядом с такими фабриками. Второй вопрос. Второй вопрос касался того, что вы хотели бы увидеть в договоре, что должен охватывать договор. Во-первых, мы, молодежь, мы предлагаем много новаторских решений и альтернатив пластику. Поэтому я считаю, что в договор должны быть включены положения о поддержке инноваций молодых людей. То есть правительства должны предоставлять поддержку, финансы, технологии, инкубаторы для предпринимателей и также налоговые льготы для экологичных инноваций. Также в этом договоре нужно отметить технологический, технический потенциал и укрепление такого потенциала молодежи, с тем, чтобы молодежь могла предлагать больше новаторских решений для того, чтобы пластик был более подходящим для переработки и чтобы использовалось меньше токсичных веществ в жизненном цикле пластика. И еще кое-что. Это передача технологий. Мы знаем, что некоторые технологии имеются в отдельных странах, но не производится их масштабирование. Нужно их масштабировать и передавать технологии в те регионы, где таких технологий нет. И обязательным должны быть налоги для загрязнителей. Загрязнители влияют на нашу жизнь, на наших людей, поэтому нужно ввести налогообложение в отношении загрязнителей. И в этом договоре также должен быть важный элемент, а именно грантовое финансирование для НРС тем, чтобы циркулярная экономика и такая модель экономики внедрялась в странах НРС. В рамках этого договора мы должны использовать правозащитные подходы. Мы также должны признать роль молодых людей, поскольку молодежь выполняет многие функции. Зачастую молодежь рассматривается в качестве гомогенной группы, но молодежь на самом деле наиболее разнообразная группа. Мы и ученые, и учителя, и активисты, то есть мы можем сыграть много ролей, но зачастую это не признается более старшими поколениями. То есть в этом договоре нужно признать роль и функцию молодежи, которую мы можем сыграть в ликвидации загрязнения пластиками. И, конечно, этот процесс еще идет. И, как мне кажется, голос молодежи должен быть услышан, поскольку мы не можем внести вклад в переговоры. У нас есть основная группа молодежи и детей, которые представили общие заявления в плане политической позиции. Необходимо операционализировать национальный процесс для сбора информации и рекомендаций от разных заинтересованных сторон. Зачастую мы наблюдаем, что некоторые государства-члены предпочитают общаться с экспертами при формировании своей политической позиции. Но им нужно также общаться с молодежью и с детьми с этой целью. И мне кажется, это можно сделать. И, конечно, нам нужно также думать об очистке, об уборке. И нужно выделять на это средства, поскольку мы уже выбросили много пластика в океан. И нужно что-то с этим делать. Спасибо, Зухер. Переходим далее к Беттани. Задаю вам те же самые вопросы. Какую роль играет ваша группа? Как ваши действия будут содействовать борьбе с загрязнением пластиком к 1940 году? И хотел бы добавить еще один вопрос к этим двум. Какая дополнительная ценность этого диалога, подобный диалог в рамках процесса МПК? Спасибо. Хотела бы прежде всего сказать, что я благодарна за возможность присутствовать здесь и общаться с вами сегодня. Меня зовут Беттани Карни Альмрот. Я являюсь профессором университета Готенбург в Швеции. Я исследователь, занимаюсь экологическими науками. Попробуем поработать с этим микрофоном. Я представляю здесь сеть ученых с весьма широкой экспертизой в касающейся пластика. Они представляют разные регионы, а также разные научные дисциплины. Мы рассматриваем различные научные аспекты, проблемы, связанные с пластиком, а также решение и то, почему мы здесь присутствуем. Это потому что планетный кризис, связанный с пластиком, и ООН недавно признала тройную угрозу, с которой столкнулась планета, а именно взаимосвязь между изменением климата, биоразнообразием и загрязнением. Наука помогает нам понять эти проблемы и то, как пластик вписывается в эту взаимосвязь. Ученые могут помочь поддержать этот процесс разработки договора, предоставляя знания и экспертизу, а также надежные научные факты относительно проблем, с которыми мы сталкиваемся, а также о потенциальных решениях. И могут помочь избегать конфликтов в связи с теми решениями, которые мы здесь предлагаем. Отвечая на конкретные вопросы относительно начального и заключительного этапа, хотела бы отметить, что пластик сегодня производится в основном из ископаемых видов сырья, и поэтому это уже неустойчивый подход, поскольку мы наблюдаем экологические ущербы. Это влияет на здоровье окружающей среды и здоровье человека. Пластики — это очень сложные материалы, и рынки, которые мы наблюдаем сегодня, также очень сложные. И об этом говорилось много видов полимеров, которые существуют на рынке. Десятки тысяч добавок, многие из них имеют опасные и вредные свойства. Если мы увязываем начальный и конечный этап, нужно учитывать конечный этап цикла уже при проектировании. То есть нужно думать о том, как мы производим продукты, какое сырье используется, какие материалы, химические вещества, поскольку все это будет влиять на то, как мы используем материалы, как можно их повторно использовать, и как мы будем утилизировать отходы, которые нельзя переработать. Циркулярная экономика, к которой мы стремимся, пока еще не существует на самом деле. И сегодня отсутствует техника переработки, которая позволит нам безопасным образом масштабировать это для решения проблемы. Мы можем прийти к этому, если мы будем проектировать с учетом этого принципа, но пока мы к этому не пришли. Пластик и химические вещества загрязняют всю планету. Наука помогает нам понять, что у нас действительно глобальное распространение пластика и пластиковых химических веществ. Мы видим их повсюду, в воде, на суше, в воздухе, в атмосфере, в теле человека. Новые доказательства постоянно поступают и показывают, где мы подвергаемся воздействию, а также где проявляются последствия. И я являюсь экологическим биологом с экспертизой в водных организмах, но другие ученые здесь могут помочь понять влияние на здоровье человека. Здесь доктор Лео Сандри, например, он изучает последствия пластика для здоровья человека. Он может об этом подробнее рассказать. Может быть, попозже мы это сделаем. Завершая мои вступительные заявления, хотела бы сказать, что целью науки и ученых здесь заключается в том, чтобы обеспечить обменом информацией, знаниями и укрепление потенциала, чтобы лидеры, которые работают над этим договором, могли принимать решения с учетом наиболее актуальных знаний и научных фактов. И на этом у меня все. Спасибо. Извините за технические сложности. Позвольте перейти к вам, Стюарт, представитель нефтехимической отрасли. Беттани упомянула о тройной угрозе. И пару лет назад мы узнали о ней, когда мы начали говорить о одном из основных факторов у телебиоразнообразия, которые связаны с пластиковым загрязнением. Вызов отчасти заключается в том, чтобы постепенно отказаться от ископаемых видов топлива. И роль вашего сектора очень важна в плане прекращения пластикового загрязнения к 1940 году. Как может ваша группа содействовать достижению этой цели? И чего вы ожидаете от этого договора? Не знаю, в чем проблема с микрофонами, говорит модератор. Либо батарейки, либо с антенной что-то. Нефтехимическая отрасль и глобальная пластиковая промышленность играет большую роль в решении проблемы пластикового загрязнения. У нашей отрасли есть возможности. Мы активно развиваем проекты, чтобы добиться большей циркулярности и решить проблему пластикового окружающей среды. Что касается того, что мы делаем для достижения этой цели, а именно прекращение проблемы пластика в окружающей среде к 1940 году. Многие компании инвестируют и внедряют сегодня технологии, чтобы перейти на более циркулярный цикл. И когда мы рассматриваем этот вопрос, мы видим возможности, которые использует наш тектор, чтобы преобразовать промышленность в прошлом. Мы производили пластик для цепочки стоимости. Он двигался по всему этому процессу, и мы подходили к концу процесса в виде отходов. Но мы рассматриваем эту линейную систему, и мы уже начинаем преобразование нашей промышленности, чтобы перейти на более циклическую модель. Говоря о пластиках, большинство из которых производится из-за ископаемых видов топлива, мы стараемся диверсировать это. Например, биопластик. Мы также стараемся решить проблему пластиковых отходов. Возможности инноваций, которые мы наблюдаем в нашей отрасли, заключаются в том, чтобы использовать пластиковые отходы, использовать их в качестве альтернативного источника сырья для производства. То есть во многих технологиях переработки мы наблюдаем возможности для использования этих пластиковых отходов и включения его снова в экономику, в систему создания спроса и использования, соответственно, ценности этого использованного пластика. Многие компании инвестируют в технологии. Кажется, что каждый день проступают такие объявления. Например, в совместном предприятии в Индонезии осуществляются такие проекты в США, в Европе. И трансформируя промышленность, мы планируем обеспечить более циркулярную систему. В глобальном соглашении правительство могут ускорить этот процесс. Мы видим огромные инвестиции в развитых странах и не так много инвестиций в развивающихся странах. Поэтому как может глобальное соглашение помочь нам открыть инвестиции со стороны частного сектора инновации, частного сектора, особенно в развивающихся странах, чтобы ускорить этот переход, эту трансформацию, которую проходит промышленность, чтобы перейти на более циркулярную систему, как можно перестроить цепочки поставок, чтобы пластик на последнем этапе мог вернуться в эту систему и стать сырьем, как мы, отрасль, можем лучше проектировать такие продукты, чтобы, когда они подходили к концу своего жизненного цикла, они могли возвращаться в систему. И возможность заключается в том, чтобы найти пути, ускорить такой переход, и в особенности, чтобы этот переход происходил во всем мире, не только в развитых странах, но и в развивающихся странах. Поскольку у нас осталось немного времени еще, какова дополнительная ценность этого диалога для вас? Как этот диалог может содействовать процессу МПК? Ценю этот вопрос. Дополнительная ценность этого диалога и заключается именно в том, что мы наблюдаем на сцене. Это представление разных голосов, и в следующей дискуссии также, и, как говорила предыдущая, оратор, ни один из наших секторов не является гомогенным, все наши секторы являются разнообразными. То есть, привлечение бизнеса, общества, это не только нефтехимическая отрасль, это различные голоса по всей цепочке стоимости. То есть, нужно изыскать пути, связать эти голоса этих людей, добиться глобального соглашения. И ценность этого диалога заключается в том, чтобы государства-члены по-настоящему увидели, как отдельные действия разворачиваются и найти возможности для налаживания связей и сближения этих голосов. И таким образом мы сможем учиться у детей и молодежи, у ученых, у неофициального сектора, у правительства, а также у бизнеса, общества и у нефтехимической промышленности, которую я представляю. Это критический элемент этого соглашения. Мы все делаем какие-то вещи, чтобы решить эту проблему. Но нам всем не хватает одной вещи, это путеводной звезды. Мы действуем по отдельности, но глобальное соглашение дает возможность для того, чтобы правительство установили эту цель, определили эту путеводную звезду, которая будет направлять наши усилия. И мы будем таким образом согласовывать наши усилия. Спасибо, Стюарт. Позвольте перейти к Марии Солидат. Мария Солидат, вы представляете ключевой сектор, вы представляете глобальный альянс сборщиков мусора. И мы говорили уже о циркулярности. И вы как раз стремитесь к циркулярности в каком-то смысле. Насколько ваши действия, и также на основе того договора, к которому мы стремимся, через два года, как ваши действия могут содействовать вашей работе, и как ваша работа может содействовать договору, и чего вы ожидаете от этого договора? Большое спасибо за приглашение на это мероприятие. Благодарю за возможность поделиться нашей точкой зрения. Я выступаю от имени уборщиков мусора. Когда нас спрашивают, какие меры можно предпринять в рамках этого очень сложного сценария, в рамках разработки глобального договора, мне хотелось бы ответить следующее. Необходимо понимать, что есть несколько поколений, которые занимаются вопросом уборки мусора. Мы предпринимаем конкретные меры. Мы собрали более 60% пластика, который циркулирует во всем мире. Мы также занимаемся борьбой с загрязнением активным образом. Мы понимаем, что наша работа является исключительно важной. Мы проводим работу на международном уровне. Мы создали альянс для того, чтобы наш голос был услышан. Мы также формулируем запросы. Наш вклад является историческим. На протяжении многих лет члены нашего альянса проводят эту работу, и мы считаем, что мы вносим конкретный вклад в борьбу с загрязнением. Однако этого недостаточно. Здесь, в этом зале, находится группа друзей. Мы надеемся на то, что наш голос сегодня будет услышан. Все должны понимать, насколько важна наша роль. Очень важно услышать точку зрения всех, как об этом говорил предыдущий оратор. Нам необходимо делиться опытом. На каждом из нас лежит ответственность. Мы знаем, какой вклад мы можем внести в это общее дело. Более 20 миллионов человек в мире занимаются уборкой мусора. Мы не получаем заработную плату. Мы не получаем денег. Мы продаем тот мусор, который мы собираем, и даем его. И это позволяет нам жить, кормить семью. Но мы знаем, что сегодня предпринимаются политические меры, и они позволят изменить качественную ситуацию. В частности, я имею в виду этот договор. Необходимо помнить о том, что мы занимаемся исключительно важной работой. Мы пытаемся быть частью этого переговорного процесса. Убеждены в том, что этот момент является исключительно важным. Мы стремимся к справедливому переходу. Мы представляем все страны, находящиеся в этом зале. Переход должен быть справедливым по отношению, в том числе, ко всем сборщикам мусора. Мы должны это признать, и мы должны получать вознаграждение. Мы должны высоко поставить планку. Мы хотели бы, чтобы процесс был основан на широком участии, равноправном. Не должно быть ситуации, при которой некоторые вносят большой вклад, а другие – небольшой. Процесс должен быть справедливым. Гражданское общество должно быть вовлечено. Мы все в определенной степени виновны в загрязнении. Поэтому очень важно, чтобы мы все внесли свой вклад в борьбу с загрязнением. Мы живем в регионах, которые загрязнены пластмассой. Мы собираем пластмассу и прочие отходы. Мы должны понимать, что нужно находиться на месте, чтобы понять весь масштаб проблемы. Пластиковые отходы высвобождают большое количество вредных веществ, которые негативно сказываются на здоровье человека. Но мы убеждены в том, что благодаря своей деятельности мы можем изменить ситуацию. Мы взяли на себя эту роль, эту ответственность. Мы на протяжении многих лет занимаемся этой работой. Мы собираем не только пластмассу, но и другие отходы. Большое количество отходов генерируется во всем мире. Очень важно сделать акцент на обработке отходов. Нужно наладить взаимосвязь с уборщиками мусора во всех странах. Мы вносим конкретный вклад в это дело. Мы осознаем важность нашей работы. Поэтому мы хотели бы обратиться ко всем участникам, особенно к представителям нефтехимической промышленности. Вам необходимо действовать ответственно, понимать, каким последствиям приводит ваша деятельность. Мы хотим помнить о нашей окружающей среде, о наших реках и мариях. Благодарю вас. Большое спасибо. Солидас Мея Видаль. Большое спасибо. НПО, которые занимаются вопросами окружающей среды, играют в этом отношении очень важную роль. На ваш взгляд, каким образом можно усилить их работу сейчас, когда мы стремимся к разработке договора? Какой вклад могут внести НПО по вопросам окружающей среды? Госпожа Юн Исмавати, вам слово. Большое спасибо за возможность выступить в этой групповой дискуссии. Меня зовут Юн Исмавати. Я представляю фонд «Нексус-3». Здоровье, окружающая среда. Я представляю Индонезию. Мы – глобальная сеть. Мы ведем активную борьбу с грязнением, в том числе пластмассами. Вы задали интересный вопрос. Он заставил меня задуматься о следующем. Первое. Пластмасса – это углеродные элементы и химические элементы. Я думаю, что здесь есть эксперты, которые могут более подробнее об этом рассказать. Мы говорим о производстве пластмассы. Мы говорим о роли нефтехимической отрасли. 99% производства пластмассы производится из ископаемых источников топлива и ископаемого сырья. И в них содержится очень много химических веществ и элементов. Второе. В конце жизненного цикла нам говорят, что пластмассу можно переработать. Однако за последние 50 лет данные показывают, что 9% пластмассы было переработано в глобальном масштабе. Это заставило меня задуматься о третьем тезисе. Химические вещества, которые используются в пластиковых изделиях, сложно выявить потребителям. То есть, когда они перерабатываются, мы не знаем, какие химические вещества также поступают на вторичную переработку. Я знаю, что многие пластмассы, которые отправляются в развивающиеся страны, должны были быть переработаны. Однако на местах я вижу, что ситуация иная. Экспортируются отходы, а отходы сжигаются общинами. Почему? Потому что эти отходы не имеют никакой ценности. Потому что их нельзя переработать. Поэтому никто не желает выкупить эти отходы. В Индонезии и в ряде других стран были проведены исследования. Они показывают, что эти токсические вещества также накапливаются в продовольственных цепочках. Например, в Индонезии мы обнаружили, что в куриных яйцах содержатся диоксины. И от них пострадала одна из деревень Индонезии. Жители этой деревни пострадали, потому что они потребляли эти куриные яйца. Солидат и члены Глобального альянса, уборщиков мусора, которые собирают мусор, также страдают от этих вредных веществ, которые содержатся в них. Вредные химические вещества содержатся также в других изделиях, в том числе в детских игрушках. В этой связи проведение этого форума очень важно. Мы продолжаем ту работу, которую мы уже начали. Мы занимаемся повышением осведомленности, информированности о воздействии пластмасс. Сейчас пластмассу можно переработать только после того, как будет решена проблема тех вредных веществ, которые содержатся в пластмассе. Вот к чему мы стремимся. Большое спасибо. Напоминаю о том, что после того, как мы выслушаем наших экспертов, мы предоставим слово вам, уважаемые представители, государственные члены, участники, которые находятся здесь и подключились к нам онлайн. Госпожа Берни Бесе-Бес, вы представляете Палау. На КС-27 обсуждался вопрос о создании финансового механизма. Амбиции очень высокие. Для малых островных государств насколько важны эти амбиции, эти цели? И второй вопрос. Как обеспечить открытость этого диалога? Как и далее развивать этот процесс? Большое спасибо за этот вопрос. Итак, вы спросили вопрос о вам митцах. Я уверена, что коллеги, которые представляют другие тихоокеанские марок, понимают и осознают суть этого термина. Мы малая страна, развивающаяся государство. Однако мы являемся получателями. Мы получаем продукты, которые находятся в конце жизненного цикла. Вот почему. У многих у нас есть нормативные правовые рамки, есть системы, которые позволяют вести борьбу с загрязнением коммунально-бытовыми отходами, пластиковыми отходами, которые находятся на нашем острове. Однако ситуация сугубляется, потому что на наши берега океан выбрасывает большое количество мусора. Господин Харрис, меня вдохновили ваши слова. Вы говорили о том, что необходимо ликвидировать проблему пластмассы. И вы хотите, чтобы мы перешли на циркулярную экономику. И вы говорили о том, что очень важно вернуть переработную пластмассу в экономику. Я считаю, что это очень амбициозные цели. И я надеюсь на то, что, стремясь к достижению этих целей, вы сможете посетить один из мараг. Потому что сейчас мы живем в таком контексте. Мы являемся получателями. Мы находимся на конечном этапе, если хотите. А вы находитесь на начальном этапе. Прошу вас, посетите один из наших островов. Посмотрите, какие там существуют объекты. И затем, когда вы будете заниматься проектированием, вы будете делать все для того, чтобы с самого начального этапа, с начала производства, проектирования, учитывался тот факт, что мы находимся в конце этого процесса. Пожалуйста, помните об этом, занимаясь проектировкой. Я надеюсь, что океан не будет больше выбрасывать мусор на наши берега. Но если вы будете учитывать наше положение, когда занимаетесь проектированием товаров и изделий, вы будете помнить о том, что затем необходимо эту пластмассу вернуть в хозяйственную деятельность. Предусматривается проведение межсессионных работ групп, запланированы различные мероприятия, которые посвящены различным этапам жизненного цикла для того, чтобы состоялось всестороннее обсуждение договора и средства его осуществления. Говоря о средствах осуществления, важно, чтобы такие государства, как ПАЛАО, могли полностью выполнить цель этого юридического обязательного договора, к которому мы стремимся. Большое спасибо, Берни. Дэнни, вам адресую тот же вопрос. Что вы думаете о заявленных амбициях и каким образом мы можем обеспечить открытость этого диалога в рамках переговорного процесса по МКП? Большое спасибо за возможность выступить. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить ЮНЕП за приглашение к участию в этой дискуссии. Благодарю также организаторов. Благодарю за то, что позволили мне выступить последним. Потому что последнему выступающему всегда легче, потому что уже были выслушаны выступления предыдущих ораторов. И я полностью согласен с тем, что сказали эксперты. Что касается амбиций, нужно понимать, что мы живем в мире, богатом с точки зрения информации. Я помню слова президента Уругвая в своем выступлении. Он говорил о том, что мы живем в эпоху информации. Все должны знать все, потому что очень легко получить доступ к информации. Наличие информации повышает нашу планку. Но, конечно, вы задали вопрос на миллион. Достаточно ли мы являемся амбициозными? Достаточно ли информации мы располагаем для того, чтобы выйти на следующий этап? Я смотрю на этот вопрос следующим образом. То, что мы делаем сейчас, это новаторская деятельность. Мы на неизведанной территории находимся. Мы, как государство-члены, высоко ценим информацию, данные, материалы, которые предоставляют другие заинтересованные стороны. Потому что это для нас становится важной отсылкой информации. Это позволяет нам более эффективно проводить переговорный процесс. Чем больше будет информации, тем лучше. И если у нас будет большой массив информации, в таком случае мы можем еще выше поднять планку. Мы, как государство-члены, и я лично, видим лишь преимущество взаимодействия с заинтересованными сторонами. Это приносит огромную пользу. И хотелось бы, чтобы эта динамика продолжилась в дальнейшем. В Индонезии в настоящий момент мы поставили национальную цель по обработке отходов сокращения на 30% к 2025 году, обработка 70% к 2025 году. И наша национальная цель сокращения на 70% морской пластмассы к 2025 году. Эта дискуссия также посвящена вопросу начального и конечного этапа жизненного цикла. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что в Индонезии эти мероприятия проводятся на комплексной основе при участии различных ведомств. Никто не работает в изоляции. Мы понимаем, что проблема пластмассы является сквозной, поэтому нам необходимо работать сообща, подключить необходимо всех, не только на национальном уровне, но также на местном уровне. И здесь мне хотелось бы подчеркнуть важность, важную роль заинтересованных сторон. В контексте работы на местном уровне, я считаю, что молодежь играет чрезвычайно важную роль в повышении информированности, просвещении местных общин, в том, как обращаться с мусором. Я согласен с тем, что сказал первый оратор. Нельзя переоценивать, нельзя недооценить роль молодежи, потому что в ближайшие годы именно молодежь будет играть лидирующую роль. Именно молодежь станет исполнительным директором ЮНЕ, президентом Индонезии, премьер-министром Соединенного Королевства и так далее. Именно наши молодые люди будут лидерами мира. Такие диалоги, разумеется, должны продолжаться. Мы не можем прекратить эту работу. Мы, как государство-члены, Индонезия, как государство-член, всегда открыта к диалогу с любыми заинтересованными странами. Вы можете пообщаться с нами в любой момент. За обедом, за чашкой кофе, когда угодно. В контексте МКП я убежден в том, что в субботу состоялась исключительно полезная дискуссия. Лично я не принимал участия в ней, но я ознакомился с докладом. И хочу сказать, что это передовая практика, которую необходимо продолжить в будущем. Необходимо, чтобы подобные мероприятия организовывались в будущем. Большое спасибо. Благодарю вас, Даня. А сейчас слово участника. Вы можете нажать на кнопку. Мне передадут список ораторов. Итак, наблюдатель 15. У вас есть две минуты. Прошу вас соблюдать временной регламент, потому что это позволит нам заслушать максимально большое количество участников, представителей государств, членов и прочих участников. Все смогут принять участие в этом диалоге. Итак, наблюдатель номер 15. Большое спасибо. Благодарю вас за возможность выступить. Меня зовут Крис Бос. Я представляю Action on Health. Это организация, которая занимается борьбой с табаком. Коалиция по борьбе с табаком принимает участие в этом переговорном процессе. Мне хотелось бы сделать несколько тезисов, которые важны в контексте будущей коллективной работы. Первое. Я поддерживаю то, что сказали государства, члены, представители гражданского общества. Не все виды пластмассы являются одинаковыми. Они разные. Некоторые являются более проблемными, нежели другие. Некоторые более токсичны, нежели другие. Некоторые являются более необходимыми, некоторые менее необходимы. Некоторые необходимо регулировать, некоторые необходимо срочно запретить. Например, фильтры для сигарет. Слово «фильтр» означает следующее. Фильтр не защищает, напротив, он причиняет вред. Использование сигаретных фильтров приносит больший вред, делает сигареты более опасными для человека. Эти фильтры не являются необходимыми. После того, как человек выкуривает сигарету, он ее выбрасывает. И нужно помнить, что то, что осталось от выкуренной сигареты, содержит огромное количество токсических веществ. Они являются очень опасными для здоровья человека. 4,5 триллиона фильтров сигарет обнаруживается ежегодно в мире. Достаточно прогуляться по пляжу. Вы обязательно увидите один или несколько сигаретных фильтров. Они не являются необходимыми. Их необходимо полностью запретить. Нам необходимо обсуждать другие вопросы, а сигаретные фильтры нужно запретить срочно. Не все виды пластмассы являются одинаковыми. Необходимо помнить о проблеме, которая касается конфликтов интересов. Необходимо помнить о том, что табачная промышленность не принимает участие в рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, потому что существует конфликт интересов между их интересами и интересами общественного здравоохранения. Не все конфликты интересов одинаковые. Необходимо стремиться к конклюзивности. Но проблема является очень масштабной. Необходимо понимать, что мы стремимся к здоровью, правам человека. Это должно быть нашей главной целью. Большое вам спасибо за ту работу, которую вы проводите. Многое зависит от вас. Большое спасибо за участие и за ваше выступление. А сейчас слово предоставляется представителю Саудовской Аравии. Приготовиться к дистанционному участнику. Виталий Стратеджи. Саудовская Аравия, слово вам. Спасибо. Я благодарю уважаемых докладчиков за то, что они поделились с вами важными соображениями внести свой вклад в эту дискуссию. У меня не заявление, а скорее вопрос. Беттани, вы говорили о неустойчивых процессах добычи. Я убеждена в том, что все страны должны подходить к этой работе. Важно, чтобы добыча была более устойчивой. Говоря более конкретно, мне хотелось бы узнать, какие существуют альтернативы. Что вы можете предложить? Не могли бы вы поделиться своими соображениями относительно того, каким последствиям это может привести? В том числе для молодежи. Пожалуйста, поделитесь своими соображениями на этот счет. Большое спасибо за заданный вопрос. Пожалуйста, у вас есть возможность ответить на этот вопрос. Таким образом, наша дискуссия будет более интерактивной. Вы задали несколько вопросов. Я вас не вижу, а вот увидела. Итак, вы говорили о добыче. Действительно, наносится ущерб окружающей среде. Наблюдается утечка в окружающую среду. Есть немало научных данных, которые это подтверждают. Также некоторые изделия сжигаются. Это создает выбросы, выбросы в окружающую среду. Каким образом улучшить ситуацию? Я не буду вдаваться в технические подробности. Это не моя сфера компетенции. Но, говоря о жизненном цикле пластмассы, мы должны сократить объемы производства и использования пластмассы. Уже в таком случае мы увидим положительные результаты. И другие эксперты говорили о том, что нужно найти другие альтернативные источники, другие альтернативы одноразовому пластику. Я считаю, что нужно проявлять осторожность, когда мы заменяем одни материалы другими. Мы стремимся к циркулярной экономике. Мы хотим, чтобы отходы затем поступали вновь в хозяйственный оборот. Необходимо действовать транспарентно. Нужно указывать, какие химические вещества содержатся в пластике. Необходимо контролировать состав пластмассы, отказываться от вредных химических веществ. Нужно сократить количество полимеров на рынке, сократить количество химических веществ, которые содержатся в пластмассе, для того, чтобы мы смогли защитить здоровье человека и санитарное состояние окружающей среды. Надеюсь, что я смогла ответить на ваш вопрос. Большое спасибо. Говоря об альтернативах пластмассе, как это скажется на землепользовании, использовании водотоков, что вы можете предложить, какие альтернативы? Да, вы правильно сказали. Мы заменяем ископаемые источники другими материалами. Нам необходимо помнить о том, что могут возникнуть определенные конфликты. Например, с точки зрения продовольственной безопасности, используются различные растительные материалы для производства пластмассы. Нам необходимо помнить об этом. И наука может нам в этом помочь. Мы должны понимать, где могут возникнуть конфликты. Мы не должны создавать новые проблемы, пытаясь найти решение. Мы должны по возможности ликвидировать отходы. Однако этого невозможно добиться. Мы должны действовать поступательно, шаг за шагом двигаться в этом направлении. Если мы сможем выйти на циркулярность, мы сможем решить очень многие проблемы. Многие сегодня из выступавших говорили, что проблем очень много применительно к окружающей среде. Не надо их множить. Спасибо большое. Спасибо. Хорхе Альдай, наш участник. Пожалуйста, вам слово. Итак, уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо за возможность выступить. Меня зовут Хорхе Альдай. Я представляю альянс, связанный с производством табака. Мы знаем, сколько пластика валяется на улице, в наших реках, в наших морях и океанах. И само по себе это никуда не исчезнет. Надо, безусловно, лимитировать ненужные объемы этого пластика, как определить эти объемы. Как понять, что в первую очередь вредит и здоровью людей, и природе. Например, сигаретные фильтры. Это очень и очень опасная вещь для природы. Хотя, как бы, фильтры уменьшают вред для курильщика. Вы представляете, какие миллиарды этих фильтров производятся? Всемирная организация здравоохранения много говорит о контроле за табакокурением, за производством табака. Сигаретные фильтры необходимо снимать. Это тоже одноразовый пластик. И здесь нужно сотрудничество. И если мы говорим о снижении, если мы говорим о снижении загрязнения пластиком, мы должны изъять сигаретные фильтры, потому что это одноразовый пластик, который никому не нужен. Давайте об этом не забывать. Большое спасибо, Хорхе Альдай. Представитель Европейского Союза, пожалуйста, вам слово. Благодарю докладчиков за очень интересные презентации. С нашей стороны мы пытаемся понять, как будущий юридический документ будет способствовать большей циркуляции в нашей экономике, циркулярной экономике. И смотря на эту проблематику, я пытаюсь понять, что мы можем на национальном уровне сделать, что мы можем сделать в рамках добровольных инициатив для того, чтобы приблизить эту циркулярную экономику. То есть я имею в виду национальный контекст, наши национальные возможности, каждой страны, которая имеет такие возможности. Спасибо большое. Кто возьмет на себя ответ на этот вопрос? Спасибо за вопрос, уважаемый делегат. Вы знаете, возможностей очень много. Мы говорим о гибкости правительств. Мы говорим о специализированных решениях для каждого конкретного варианта, для каждой страны. Мы говорим о мерах, которые бы подводили каждую страну к разработке своих национальных планов. И национальные планы действий, безусловно, будут вести к большей транспарентности в этой области. Самое главное, чтобы та помощь, которая бы оказывалась странам, была бы направлена на то, чтобы, скажем, если мы говорим о пластике, чтобы этот пластик возвращался на переработку, и чтобы те инвестиции, которые шли на помощь, помогали завершить этот круг, эту циркулярность. С точки зрения представителя тех, кто занимается сбором пластиковых отходов, мне кажется, что все страны в первую очередь должны думать о сокращении производства ненужного пластика. Я имею в виду того, который может быть чем-то заменен. Мы видим, как объемы производства постоянно растут. И пока это будет происходить, в реальной, конкретной жизни те, кто занимается сбором этих отходов, будут сталкиваться с все большими и большими проблемами. Потому что во многих местах сам этот сбор очень архаичен, и переработка зачастую очень архаична. Поэтому нужно думать о процессах более современных этой переработки, этого рециркулирования. И этот момент также надо учитывать правительством стран с тем, чтобы ограничить выход пластика на рынок. Большое спасибо за вопрос. Я представитель Малого островного Тихоокеанского государства. Для нас очень важна оконечная фаза этого жизненного цикла пластика. Многие Тихоокеанские островные государства имеют законы, либо готовят такие законы. У нас есть меры по контролю за твердыми отходами. Но пластик прибивается к нашим берегам. И на этот пластик действует соленая вода, на него влияет солнечная радиация, солнечный свет. И, в принципе, с этим пластиком ничего сделать нельзя. Например, в Палау это просто огромные полигоны, куда собранный пластик просто закапывается. Но пластик в тех объемах, которые прибиваются к нашим берегам, он таков, что просто никаких полигонов не хватит. И, понимаете, если мы будем полезные земли забивать этим пластиком, которые прибивают к нам океанские приливы, то в конечном счете через несколько лет Палау закроет этот полигон. Надо будет открывать новый полигон. А это как бы земли очень традиционные, полезные. И поэтому мы и приехали сюда. И некоторые летели сюда 30 часов. И, понимаете, мы должны быть за столом переговоров. И мы должны разговаривать с теми странами, которые являются производителями одноразового пластика. Остановить это производство. И, пожалуйста, если вы разрабатываете что-то, какие-то договоры, пожалуйста, консультируйтесь с нами. И, понимаете, вы говорите о том, что давайте собирать этот пластик и возвращать производителям. Но применительно к Палау, понимаете, это практически невозможно, сколько это будет стоить. То есть это огромные контейнеры. И куда это посылать в Соединенные Штаты или в Японию, или в Корею? И сколько это будет стоить нам отправлять эти контейнеры? Мы малое островное развивающееся государство. И наш главный источник дохода – это туризм. И, понимаете, этот пластик убивает нашу природу, подводный мир, убивает то, ради чего к нам приезжают туристы. И это характерно для многих, многих тихоокеанских островных государств. Вы знаете, это очень эмоциональная вещь. Понимаете, приедьте к нам, посмотрите, посмотрите, что там происходит на этом уровне. И я знаю, что если вы будете думать о охране окружающей среды, вы будете думать не только о своей окружающей среде, но и о нашей окружающей среде. Краткое выступление. Потому что у нас иначе не будет времени заслушать других, кто хотел бы выступить. Если вы хотите, мы потом перенесем этот разговор в следующую группу. Вы знаете, я могу очень кратко подытожить. Пластиковый кризис – это не пластиковый кризис. Понимаете, это углеродно-химический кризис. И договор должен подразумевать, безусловно, контроль за производством пластиком, который сейчас никто не контролирует. И никто не говорит, останавливайте эти производства. Нам хотелось бы, чтобы этот договор предусматривал ограничение производства пластика. Хочу напомнить делегатам. И не надо повторять ошибки климатического договора. И еще давайте двум представителям дадим слово. И за это мы закончим первые группы. Наблюдатель 14. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Мы благодарим за возможность участвовать в этом форуме. Меня зовут Аустин Луки. Это коалиция американского здравоохранения. Мы международная организация. У нас 40 лет опыта работы. Мы боремся с транснациональными корпорациями. Мы работаем с теми, кто борется с табакопроизводящими компаниями, с табакокурением. И мы рады участвовать в этих переговорах. Я со всем уважением хотел бы коснуться срочного одного вопроса. Необходимо выработать четкие рамки подотчетности контроля, как было сказано, комиссарам по правам человека. Потому что весь цикл нынешнего производства пластика – это уже угроза правам человека. Необходимо четко определить границы конфликта интересов. И этот договор не должен легитимизировать многие вещи, которые связаны с пластиком. Мы должны помнить о участии компаний и направлений, сопутствующих производству пластика. Надо учитывать опыт работы других механизмов ООН. Стратегии, которые уже были проработаны по многим другим направлениям, показывают. Необходимо показывать конфликты между обществом и производителями. Транснациональные корпорации несут ответственность за тот ущерб, который они приносят. И они несут определенные обязательства. Если говорить о рамочной конвенции по контролю за табаком, важно предусмотреть участие неправительственных организаций, которые никак не связаны с табачной индустрией. Также, если мы говорим о бизнесе и правах человека, необходимо учесть инфраструктуру контроля и подотчетности с учетом истории работы международных транснациональных корпораций. Если брать, например, конвенцию о борьбе с изменением климата, то мы знаем, какое количество различных веществ как бы запрещены. И тем не менее, мало что меняется. Это мешает производству необходимого контроля, мутатис, мутандис. Государственные члены должны взять на себя роль лидера и не отдавать бразды правления транснациональным корпорациям. Спасибо. Большое спасибо за ваше участие. Хочу предоставить слово представителю Замбии. Следующий оратор получит приоритетное по очередности место во втором раунде нашего разговора. Пожалуйста, Замбия. Представитель Замбии? Нет? Окей. Нет? Тогда давайте я предоставлю слово представителю Пакистана. Спасибо, модератор. Спасибо, участникам этой группы. Если мы говорим о неформальном секторе экономики. Тут большие риски. Мы знаем, какие последствия для окружающей среды несут мусорные полигоны. Это относится и к пластику. Огромное количество людей напрямую зависит от сбора этого пластика и передачи этого пластика на переработку. В этом смысле необходимо думать о их здоровье, о технике безопасности на этих перерабатывающих производствах. С одной стороны, с другой стороны, мы должны думать о безопасности для окружающей среды. Страны должны взять на себя ответственность за то, чтобы должным образом перерабатывать экологично пластиковые отходы. Спасибо, Пакистан. Вы знаете, мы должны, наверное, поприветствовать наших докладчиков за участие в этой интересной дискуссии. Вы можете занять свои места. И мы сейчас перейдем к модератору Ли Ашария, представитель Всемирного банка. Пожалуйста, ваша очередь модерировать следующий этап нашего разговора. Добрый день, дамы и господа. Первая группа, это была просто фантастика. Мы услышали самые разные голоса. И когда Мануаль начал работать, он сказал, что пришло время задуматься, чем мы занимаемся. Мы должны, на наш взгляд, найти пути признания того, что оставить в прошлом, не передавая будущим поколениям. И сейчас мы переходим ко второй части нашей дискуссии. Мы говорим о производстве, о потреблении, о апстриме, даунстриме. А сейчас давайте поговорим о том, что находится между этими двумя крайностями. Рико Нунес, программный сотрудник фонда океанов Креса Феррели. Это профессор Новозеландского университета Оклен. Джуди Руссо, менеджер по общественной связи, член глобальной бизнес-коалиции, представляющей НПО госпожа Элену Эссеро. И от промышленности у нас Доминик Ворей, советник главного должностного лица ИСИО. И Оливер Уачи, специальный советник министра окружающей среды, науки и техники Республики Ганна. И я тогда сяду ближе к вам. Итак, я приветствую всех вас. Добро пожаловать, дамы и господа. Мы надеемся на очень интересную дискуссию в рамках нашей группы. Я задам каждому из вас один вопрос, и потом я задам второй вопрос. Первый вопрос. От вашей группы что вы с вашей точки зрения привносите в подготовку будущего договора? И затем я спрошу, что конкретно вы хотели бы видеть в этом договоре? Итак, первый вопрос. На первый вопрос две минуты и затем три минуты. Я буду очень четко следить за этим. А что касается зала. Вы знаете, у нас большое количество желающих выступить. Вы нажимаете на кнопки с тем, чтобы мы список ораторов выстроили. Эрика. Давайте начнем с вас. Фонд океанов. Вы много работаете над проблемой пластика. Вы говорите о важности научных исследований. С вашей точки зрения, ваша группа, что могла бы привнести с точки зрения конкретных действий по борьбе с пластиковым загрязнением? Да. Я приветствую всех. Спасибо. Удовольствие обращаться ко всем вам сегодня. Для меня это очень широкий вопрос, потому что гражданское общество наполнено большим количеством знаний в этом процессе. В процессе загрязнения и первые голоса, которые создали эту динамику по поводу борьбы с загрязнением пластиком, шли от гражданского общества. Фонд океанов занимается международной политикой, политикой, касающейся прямого взаимодействия с государственными членами, с широкой аудиторией. И также, если говорить о гражданском обществе, гражданское общество вносит большой вклад. Это большой ресурс, который создает динамику, создает движение. И новаторские решения, революционные решения также зачастую идут оттуда. И политика, новации также ассоциируются с гражданским обществом. Прямое взаимодействие с правительствами крайне необходимо. И очень многое гражданское общество может дать. Если мы говорим о женщинах, о детях, о молодежи, если мы говорим о рогенозированных слоях, если мы говорим о тех, кто напрямую страдает от пластикового загрязнения. И гражданское общество может дать вам соответствующий контекст в подготовке таких договоров о борьбе с пластиковым загрязнением. Кроме того, гражданское общество может закрыть определенные лакуны по пластиковому загрязнению. Хочу подчеркнуть, что голоса маргинализированных слоев в экологических движениях – это, безусловно, очень и очень важная часть голосов. Зачастую гражданское общество постоянно обращает внимание всех остальных участников процесса, а это не только промышленность, это не только руководители и власти. Гражданское общество может внести свой вклад в этот процесс. Это вот своего рода резюме. Большое спасибо. Мы от первой группы слышали необходимость того, чтобы мы прислушивались ко всем голосам, а не только каким-то группам, с тем, чтобы этот переход был справедливым с учетом интересов всех. Мы говорим о политических элементах, мы говорим о исследованиях, научных исследованиях. Кристиан, к вам вопрос. Вы на островах много работали. Мы слышали госпожу Берни, которая выступала от имени Палао. Острова – это микрокосм того, что происходит везде. Они нуждаются в уникальных решениях, они далеко, у них специфика. Как ваша группа вносит свой вклад в то, что предусматривает этот глобальный рынок? Продолжая то, что говорила Эрика, мы участвуем и в научной разработке, и в самой процедуре. Мы в первую очередь взаимодействуем с теми государственными членами, которые нам помогают, помогают решать наши проблемы в отношении малых островных государств. Мобилизуя международных экспертов, специалистов в этих областях знаниях, с учетом знаний традиционных коренных народов, Мы пытаемся охватить весь жизненный цикл этих продуктов. Мы подключаем и тех, кто работает на переработке в официальной, неофициальной частях экономики. Мы пытаемся анализировать те тенденции, которые не до конца отвечают истине. Мы выступаем за то, чтобы глобальный юг внес свой огромный вклад в эту работу в контексте общесистемного подхода науки. Мы говорим о том, что здесь многие дисциплины переплетаются. Мы говорим о качественной и количественной науке. И науке и знания – это вещи, которые идут рука об руку. И с точки зрения поколений, мы должны учитывать участие самых различных возрастных групп ученых. Необходимо учитывать принцип предосторожности, потому что всегда есть неопределенность. И наука продолжит выявлять эти неопределенности. И мы должны включать также принцип «загрязнитель платит» и участие других агентов. Спасибо. Спасибо, Триша. Беттани в первой группе говорила о тройной угрозе, а именно биоразнообразии, изменении климата и загрязнения – это важные элементы. Также Шила говорила о важности науки. Этот процесс должен базироваться на науке, и вы также это подчеркнули. Переходя от науки к брендам. Джоди представляет Нест Лем. Не могли бы вы рассказать о роли вашей компании в плане тех действий, которые направлены на прекращение пластикового загрязнения к 1940 году? Чем вы занимаетесь? Можете ли вы чем-то нас порадовать? Прежде всего, хотела бы сказать, что мы, компания, считаем, что мы не можем полностью переработать и найти таким образом выход из данной ситуации. Нам нужно ограничивать и сокращать производство нового пластика. Нам нужно сфокусироваться на циркулярной экономике, которая будет сохранять все материалы в экономике и вне окружающей среде, а также безопасно перерабатывать пластик, который мы используем, и обеспечить справедливый переход с учетом прав человека, всех общин, которых затрагивает весь жизненный цикл пластиков, производства, использования и последующая утилизация. Мы запустили инициативу «Справедливая циркулярность» вместе с рядом других компаний, чтобы разработать руководящие принципы в поддержку соблюдения прав человека работников неофициального сектора по сбору мусора в соответствии с руководящими принципами ООН для бизнеса и прав человека. Что касается тем, что мы занимаемся, мы действуем по пяти направлениям. Первое – это сокращение. Мы сокращаем использование нового пластика и готовы это сократить на треть к 2025 году. В целом мы уменьшили использование пластика на 35% с 2019 года. Мы прошли уже пиковое использование нового пластика и пиковое использование углерода в 2019 году. Мы развили рост бизнеса с использованием пластика. Мы также запустили 20 пилотных проектов в 12 странах. Мы понимаем, что нужно сделать больше. И мы стараемся расширить деятельность вместе с розничными партнерами. Что касается изменения проектирования, мы пытаемся проектировать все продукты, которые используют пластиковую упаковку для переработки. И 80% нашей пластиковой упаковки сегодня может быть переработан. Мы стремимся к 100%. У нас есть негативные перечни материалов, от которых нужно отказаться. Мы также используем золотые правила проектирования, которые обеспечивают разработку пластиковой упаковки, чтобы можно было ее перерабатывать. Что касается инфраструктуры для переработки, у нас осуществляется 220 проектов по всему миру в поддержку переработки. Мы сегодня уже отказались от 4,5 миллиардов пластиковых соломинок и заменили их на бумажные соломинки. Это один конкретный пример. И, наконец, мы изменяем то, как мы мыслим, как внутри компании, с помощью обучения для сотрудников, а также для наших партнеров в рознице и для наших потребителей. Мы используем нашу упаковку, чтобы рассказывать о возможности переработки. Мы стараемся изменить статус-кво и делаем то, что напрямую находится в сфере нашего контроля. Благодарю вас, Джоди. Почему это затрагивает всех нас столь непосредственно? Это потому что мы все непосредственно взаимодействуем с пластиком. Может быть, некоторые из нас, может быть, не молодежь, но другие люди могут вспомнить еще время, когда пластик не столь широко был распространен в нашем обществе. То есть то, что вы говорите, это то, что в рамках вашей компании, в рамках вашего бренда вы работаете, но другие здесь, в группе, также могут подумать о том, как можно изменить наши отношения с пластиком. Благодарю вас за ваши замечания. Позвольте теперь перейти к Эйлин из организации Эко-Вейст. Вы провели большую работу по разработке стандартов. Джоди только что говорили об использовании продуктов, чтобы помочь изменить поведение, чтобы предоставить информацию на упаковках и так далее. Также идет работа над поддержкой решений с нулевыми отходами и контролем химических веществ. И также в предыдущей группе говорили о трансграничном контексте. То есть региональная торговля отходами, например, с вашей точки зрения, учитывая приоритетные области, что, по вашему мнению, вы можете привнести в этот договор? Я происхожу из страны со средним уровнем дохода в Азии. Наша страна всегда подвергалась наплыву огромного объема импорта пластика, а также его производства, потребления и утилизации. И эти модели привели к быстрым, но неправильным решениям. Речь идет не только о вопросе утилизации твердых отходов, но и о химической опасности. Поскольку мы проводили много тестирований, в частности, мы тестировали переработанные продукты, которые содержали токсичные и химические вещества, в частности, тяжелые металлы и другие. И все они использовались для производства новых продуктов, но они имели маркировку сделанную из переработанного пластика. Даже, например, кубик Рубика у ваших детей может содержать такие вещества. И именно об этом мы и говорим. Маркировка недостаточно прозрачная, и производители не несут за это ответственности. Представляется, что этого недостаточно. Наша страна тонет в пластике, который определяется как пластик для переработки или подлежащий переработке. Соответственно, как мы можем внести свой вклад в этот договор? Мы готовы участвовать в процессе разработки договора. Мы живое доказательство, живой голос. Наше население страдает от всех проблем, связанных с переработанным пластиком, а также от торговли отходами, которая прячется за подмаркой переработанного пластиком. Важно использовать научные данные, не только СМИС, но и все исследования, которые мы провели. Нужно исходить из конкретных доказательств и рекомендаций, которые помогут бороться с реальным источником, реальным определением загрязнения пластиком. Также что мы можем сделать? Мы можем продемонстрировать реалистичные решения, а не быстрые решения для этой проблемы. Нужно не фокусироваться на зеленом пиаре или на краткосрочных решениях, заплатках, которые влияют в конечном итоге на окружающую среду и здоровье людей. Спасибо, Элин, за ваши замечания. То, что я услышала в вашем выступлении, это вопрос ответственности. И хотела бы обратиться, соответственно, к Доминику, который представляет Мировой бизнес-совет по устойчивому развитию. Эта организация ведет большую работу по введению устойчивого бизнеса на передовую в борьбе с пластиковым загрязнением. И появились ряд новостей в плане раскрытия информации и так далее. Но позволю вам ответить на этот вопрос. Что устойчивый бизнес привносит в этот диалог и в этот договор? Две вещи. Ответственность – это ключевое слово. И действие – это ключевое слово. Что касается ответственности, есть фраза, которую наш президент говорил. Бухгалтеры могут спасти мир. Если можно измерить что-то, то это поможет не создавать проблемы. Для тех, кто действует между разными этими областями на протяжении 22 лет, протокол по парниковым газам, который был разработан при участии нашего совета, при участии ученых, сейчас является фактически стандартом для измерения выбросов парниковых газов. А в этом пространстве нам нужна целая система ответственности, аналогичная той, которая разработана для изменения климата. Во-первых, какова цель, которую мы хотим поставить перед собой на основе научных данных? Сейчас более 4 тысяч компаний используют такие цели. Каков план перехода для достижения таких задач? И как могут разные организации, такие как Ваша, как Всемирный банк, помочь особенно развивающимся экономикам? Третье. Как можно измерять и отчитываться о прогрессе эквивалента протокола парниковых газов для пластика? И следующее, раскрываете ли Вы публично свои данные, чтобы общественность могла отслеживать выполнение обязательств? Например, как говорила коллега из Носле, все эти элементы существуют в рамках системы борьбы с изменением климата, но не существуют в рамках данного контекста. Их необходимо создать вместе с экспертами из научного сообщества, а также с теми, у кого есть экспертиз на местах, и с участием ведущих бизнесов, которые понимают процессы, которые нужно пройти. Вторая область – это амбиции. Как мы услышали, это очень сложная проблема, но по всей цепочке стоимости бизнеса, начиная с производства пластика, превращения его в товары, продажи, закрытия этого круга. Здесь участвует одна компания, одна НПО. Речь идет об общесистемных изменениях, и мы видим, что это работает. Мы видим, что это работает в контексте климата. И нужно начать такой процесс, например, аналогичный тому, который начался на КС-21 и привел в конечном итоге к Парижскому соглашению. И именно это мы должны сделать в рамках повестки дня для пластика по ключевым направлениям, не только в плане ответственности, но и, например, масштабные инвестиции в создание рабочих мест. Необходимо посмотреть на ведомости частного сектора, планировать вместе это с НПО. Нужно смотреть, например, на национальное планирование, которое является многосторонним процессом с участием разных акторов. Все это и многие другие организации включают сотни прогрессивных компаний, которые включаются в этот процесс. То есть амбиции весьма высоки и направлено на то, чтобы создать аналог климатической повестки дня. И такой момент в рамках климатической дискуссии позволил обеспечить необходимую мою динамику. И из нашего коллективного опыта именно такие амбиции можно раскрыть, исходя из того многостороннего пространства, которое организаторы здесь создали. Благодарю вас. Я благодарю вас, Доминик, убеждена, что организации, которые вы перечислили, благодарны за такую рекламу. Конечно, идет работа по борьбе с изменением климата в плане климатической поиски дня, но не все будет применимо к пластику. У нас более короткие сроки, потому что для конвенции по изменению климата потребовалось определенное время. Но нам нужно действовать еще более амбициозно, поскольку мы хотим за два года прийти к этому. Как нам этого достичь? Господин Оливер Буачи, я обращусь к вам через минуту, поскольку я хотела бы услышать от вас ответ на мнение участников дискуссии. Но сначала хотела бы дать им вторую возможность сказать очень конкретно, что вы хотите увидеть в этом договоре по пластику. Начну в произвольном порядке. Элин, что вы хотели бы увидеть с вашей точки зрения в договоре по пластику? Спасибо. Договор по пластику для меня должен рассматриваться в качестве глобального соглашения в области здравоохранения, поскольку мы хотим, чтобы этот договор ограничил производство пластика. Также хотели бы подчеркнуть решение на начальном этапе, обязательные сроки для вывода из производства, и чтобы производители пластиковых материалов следовали правилам о раскрытии информации об опасных материалах и компонентах. Второе. Мы хотели бы за переработку и другие процессы утилизации отходов. Нельзя называть процессы переработки, если вы просто перевозите отходы. То есть, с нашей точки зрения, если токсины попали в пластик, тогда нужно их и вывести из пластика. При переработке такого пластика токсины будут высвобождаться. Поэтому давайте прекратим переработку в форме нескольких процессов утилизации отходов. Есть и сжигание, и другие. Я уверена, что вы все о них знаете. И переработка в другие продукты, поскольку токсичные химические вещества в пластике будут циркулировать в качестве нового побочного продукта, который также является токсичным. И, может быть, он уже находится в ваших руках. И мы хотим увидеть запрет на экспорте отходов, особенно пластиковых отходов, с особыми исключениями для малых островных развивающих государств. И чтобы производители были ответственны перед местными органами власти в связи с утилизацией пластика. Я знаю, что большинство из вас всегда рассматриваете пластик с точки зрения бремени, с точки зрения того, как от пластика будут избавляться. Но это не ваша проблема. Это должно быть ответственностью производителей. Благодарю вас. У вас длинный перечень тех элементов, которые вы хотели бы увидеть в договоре. Мы надеемся, что в рамках этого процесса и последующих сессий МПК эти идеи будут развиваться, обсуждаться и включаться в точки зрения других людей. Перейдем к Эрике. Что вы видите в качестве ключевого элемента в договоре? Ключевые элементы. И список Элин был длинный, и мой список длинный. Если мы говорим о полном жизненном цикле, этот цикл начинается с добычи и заканчивается последним этапом, то есть утилизация или переработка, этот процесс должен базироваться на правах человека и на здоровье человека и окружающей среды, и включать механизмы для справедливого перехода. Необходимо обязательным образом обеспечить сертификацию химикатов в плане их токсичности добавок. Также необходимо обеспечить приоритетное сокращение производства пластика. Необходим финансовый механизм, особенно для развивающихся экономик и мараг, для того, чтобы поддержать осуществление соглашения. Это будет включать такие вещи, как принцип «загрязнитель платит», налоги. Целый ряд вариантов должен обсуждаться государственными членами в плане того, что можно применить к конкретным национальным обстоятельствам. И, говоря о национальных планах действий, я считаю, что они должны быть обязательными, но также должны включать обязательные меры. То есть они не должны базироваться только на добровольном механизме, поскольку мы вновь и вновь наблюдаем, когда речь идет об экологии, добровольные механизмы никуда нас не привели. То есть мы должны, конечно, стремиться и приоритизировать добровольные механизмы, но мы знаем, что они не работают. Что касается национальных планов действий, что это означает? Они полезны, они нужны для оценки пробелов, для оценки точек утечки, для оценки вклада и решений, которые дополняют и работают в национальных обстоятельствах. Но я не хотела бы использовать национальные обстоятельства в качестве оправдания для замедления прогресса. Если пробелы есть, их нужно закрывать и не останавливаться, потому что мы просто не можем что-то сделать. Что касается соблюдения, мониторинга и отчетности, и механизма обеспечения соблюдения, я пока не услышала о том, как это будет выглядеть, но я надеюсь, что мы должны думать и продумывать такой механизм обеспечения соблюдения этого договора. Это мои любимые элементы, скажем так. Благодарю вас. Позвольте перейти к вам, Доминик. Что в вашем списке пожеланий в плане элементов, которые нужно включить в договор? Спасибо. Прежде всего, давайте не ждать два года, давайте уже сейчас включимся в работу, начнем мобилизировать средства и делать уже какие-то конкретные вещи. Те страны, которые не могут позволить себе передачу технологий, о которых мы ранее слышали сегодня, например, с севера на юг, нужно начать эти совместные партнерства для инвестиций, которые уже стоят в других областях. Например, уголь – это хорошая модель, хороший пример. Это вот первый шаг. Второе. В связи с этим, если мы возьмем эту идею из обязательного списка, как сделать так, чтобы это произошло, для этого нужно прямо сейчас в результате первой дискуссии открыть несколько основных каналов. Например, если мы возьмем науку, как мы можем сократить 40 тысяч вариантов упаковки до 10-15. Просто давайте возьмем и сделаем это. И затем мы получим обратную связь. То есть давайте не ждать два года. Какие-то вещи, о которых мы услышали здесь, мы уже можем по ним двигаться. И, например, я говорил о отчетности и ответственности. Давайте тоже ее развивать. То есть 4-5 основных направлений движения, в которых мы можем объединить усилия, поскольку это многосторонний вызов, но мы можем уже приступить к решению этих некоторых проблем сейчас, вместо того, чтобы ждать два года. Именно это я хотела бы видеть в результате данных дискуссий. Отлично. Давайте это сделаем. Давайте начнем работу. Давайте не ждать два года. Триша, что вы думаете? Мне кажется, что быстрое реагирование – это важно. Нам нужен подход начать действовать. Я не представляю, какой ущерб мы можем нанести за два года. Поэтому я предложила бы также даже временный научный орган, который будет конкретно заниматься загрязнением пластиком, необходим, пока не будет завершен интерфейс для взаимодействия в рамках МПК. Также необходим подход ко всему жизненному циклу, который фокусируется на предотвращении и перепроектировании проблемных пластиков. Но именно научный орган должен определить, какие виды пластика являются проблематичными, исходя из научных данных, перепроектирование и сокращение их использования и вывод их из глобальной экономики, местные традиционные знания, инновации и практики, как мы видели в мандате для этого договора. Включение различных групп, местных общин. Мы ученые не можем действовать в одиночку. Мы должны создать гибкий орган на временной основе, но также и на постоянной, чтобы представлять научные, социально-экономические и политические рекомендации в демократическом, открытым образом, чтобы у всех есть доступ к науке. Не важно, кто вы, где вы находитесь. Не должно быть правил, или нельзя брать деньги за эту информацию. Нужно также создать группу быстрого реагирования, чтобы резюмировать и объединять информацию, чтобы она была доступна для всех. Нужно обеспечить также соблюдение прав человека и свободу информации. Орган, о котором мы здесь говорим, также мог бы обеспечить включение национальных, традиционных знаний, инноваций и практик, их распространение. Иногда для этого потребуется информированное согласие о коренных общинах. Это очень важно. Мы должны также уточнить универсальное определение и улучшить сбор и анализ данных, поскольку пока нет согласия по этому поводу. Нужно создать глобальные рамки для мониторинга отчетности, начиная с добычи сырья и заканчивая возмещением ущерба и изъятием пластика при поддержке механизма устойчивого финансирования. Возвращаясь к Тихоокеанским островам, именно об этом они просят. Они просят о научной поддержке в плане укрепления потенциала, а также о финансовой помощи. И будет очень важно не только после МПК, но и на проезжении всего этого процесса, чтобы они были за столом переговоров, рассмотрения, проектирования и использования материалов, включая запрет или регулирование на использование опасных добавок, которые обсуждались. Также нужно учитывать биопластик и биоразлагаемый и компостируемый пластик. Нужно учитывать износа стойкости и повышать ее для повторного использования. Экобезопасность будет крайне важна. Также нужно позволить переработку только когда она безопасна и только когда она абсолютно необходима, и когда она будет эффективной и ответственной в экологическом плане. У меня еще два элемента. Нужно уточнить передачу технологий для поддержки осуществления соглашений и поощрять исследования и развития в плане развития альтернативных решений без пластика, при этом, чтобы не прийти к ложным решениям или вредным решениям. Для этого необходимо использовать надежные научные знания и наработки. Спасибо, Триша. Меня впечатляет, что вы все перечислили так много элементов. Я надеюсь, что, может быть, вы сможете это записать и передать в секретариат МПК, чтобы они были доступны для делегации. Я пыталась ввести заметки, но сейчас это уже невозможно. Важно очень отразить все эти элементы. Джоди, какой у вас список? Спасибо. Мы уже услышали много отличных идей, которые должны быть включены в договор, поэтому я сконцентрируюсь только на идеях, касающихся нашего сектора, продовольственной компании. Для нас чистая среда важна, чтобы мы могли расти, производить чистое продовольствие для питания семей. Поделюсь парой примеров того, как гармонизация законодательства может помочь. Во-первых, отказ от вредных добавок и сложных для переработки материалов. Мы включили некоторые из них в наш негативный список, а также создание возможностей для определения стандартов для проектирования, например, как золотые правила дизайна, также определение стимулов для легких для переработки материалов и отрицательных стимулов для тех материалов, которые нельзя переработать. Например, путем расширения законодательства производитель платит, и с тем, чтобы стоимость переработки материалов включалась в их производство. Четвертое – это защита прав человека общин на протяжении всего жизненного цикла производства пластиков в соответствии с руководящими принципами ООН для бизнеса и прав человека. И пятое – поддержка создания благоприятных условий для повторного использования и наполнения, чтобы мы меньше использовали новый пластик. Скажу еще пару слов об этом, поскольку мы имеем опыт 20 пилотных проектов в разных странах, потребность в повторном использовании, которую может обеспечить законодательство, но не может обеспечить ни один актор в одиночку. Любая система нуждается во времени, чтобы выйти на экономику масштаба, в особенности, когда она конкурирует с давно устоявшимися системами. И нужно помнить о том, что любая система должна сокращать выбросы по сравнению с существующей системой, чтобы мы могли выйти на нулевой показатель к 50-му году. Пара примеров таких благоприятных условий. Первое – законодательство на национальном уровне отношений упакованных товаров. Разбивки на категории, признавая разницу между напитками, продовольствием, предметами личной гигиены и так далее. Второе – декарбонизация логистической сети для того, чтобы обеспечить повторное использование, повторное заполнение товара, для того, чтобы избежать использования и принятия товара. Далее необходимо рассмотреть законодательство на национальном уровне, обмениваться передовой практикой. Четвертое – необходимо разработать региональные и глобальные стандарты для обеспечения безопасности. Пятое – инвестиции в наращивание потенциала. Необходимо, чтобы ими могли воспользоваться и малые, и большие компании. И последнее – альтернативные системы доставки. Могут дополнить усилия по переработке. Любая упаковка должна быть перерабатываемой. И в завершение скажу, что правительства могут нам помочь отойти от добровольной практики к обязательной практике для того, чтобы обеспечить устойчивость упаковоченной системы в будущем. Мы надеемся на то, что… И считаем, что глобальные правила исключительно важны. Национальные планы действий не могут учесть все потребности, которые существуют. Поэтому мы надеемся на то, что переговорный процесс учтет все эти соображения и будет ориентироваться на них. Мы готовы работать с вами. Надеемся на то, что экспертные знания смогут поддержать вас в этом процессе. Большое спасибо, Джуди. Господин. Муча. Обращаюсь к вам. В Гане уже проводится большая работа, разрабатываются данные планы действий, проводятся оценки объемов пластмассы, рассматриваются бизнес, возможности и так далее. Вы выслушали заинтересованных сторон, которые уже выступили здесь. Считаете ли вы, что вы получили достаточный объем информации и можете приступить к переговорному процессу? И второй вопрос. Подобный диалог можно ли воспроизвести в вашей стране, когда вы будете обсуждать ваше решение, как подключить этот многосторонний диалог? Большое спасибо. Большое спасибо. Все соображения, которыми поделились представители научных кругов, отраслевые структуры, которыми поделились, они исключительно полезны для нас. Но вместе с тем мы рассматриваем их в качестве партнеров, заинтересованных сторон, которые помогут правительствам в переговорном процессе по разработке договора, который касается вопроса эффективного регулирования загрязнения пластмассами. И, что еще более важно, это позволит правительствам выполнить свои обязательства в соответствии с договором. С учетом вышесказанного, нужно понять, в чем заключается роль правительств. Традиционно правительства разрабатывают политические стратегии. И, в идеале, это позволяет добиться поставленных целей. Мы желаем, чтобы разработанный договор был эффективным. Но для того, чтобы мы смогли добиться этого, нам необходимо, во-первых, располагать добротными научными данными. Мы должны понимать полный жизненный цикл пластмасс. Что происходит на каждом этапе жизненного цикла? Как та или иная деятельность приводит к загрязнению пластмассы? Какие применяются и должны приниматься меры для того, чтобы исправить положение? Кто будет нести ответственность за обеспечение принятия соответствующих мер и так далее? То есть, до того, как на практике будет реализован этот договор, нам необходимо обеспечить активное взаимодействие с научными кругами для того, чтобы они сообщили нам, что происходит. И после этого мы сможем эффективно провести переговоры по договору. Это позволит проработать обязательства, наметить дальнейшие шаги и меры. Второе. Сейчас мы обсуждаем разработку юридически обязательного инструмента. Ключевую роль играет промышленность, поскольку промышленность, промышленные круги смогут обеспечить эффективность реализации этого договора. Очень важно, чтобы они с самого начала находились за столом переговоров. Необходимо, чтобы они делились своими соображениями и были привержены выполнению обязательств в соответствии с договором. Далее. Нам необходимо понять, к чему приведет разработка договора. Здесь речь идет о расширении ответственности производителя и так далее. Нужно, чтобы и правительство, и представители промышленности понимали, о чем идет речь, потому что именно они будут подотчетны на каждом этапе осуществления. Поэтому я считаю, что с самого начала нам необходимо взаимодействовать с ними, добиться того, чтобы была четко определена их роль. Необходимо позволить им сесть за столом переговоров, высказаться. И важно, чтобы в конечном счете мы добились такого результата, который был приемлем для них и мог бы быть полезным для нас, позволил бы нам добиться наших целей. теперь, кто являются ключевыми сторонами? Я уже упомянул отраслевые структуры, теперь хотел бы сказать пару слов о научных кругах. Какова роль научных кругов в переговорном процессе? Их роль исключительно важна на протяжении всего процесса ведения переговоров. вы говорили о учреждении научного органа в рамках договора. Нам необходимо обеспечить реализацию на практике договора. Какова роль научных кругов в этом отношении? научные круги разрабатывают глобальные стандарты, которые мы все должны будем соблюдать. Эти стандарты должны охватывать полный жизненный цикл. На каждом этапе необходимо предусмотреть набор стандартов, которые должны соблюдать все стороны. Это первое. Второе. Я считаю, что их роль заключается и в следующем. отчетность, мониторинга, оценка, создание соответствующего механизма важно знать. После того, как будет подписан договор, необходимо будет понимать, удается ли нам продвинуться вперед, удается ли нам добиться прогресса. И именно научные круги позволят нам добиться этого. я представляю африканский регион. Различные координационные центры принимают участие в переговорном процессе. Нам иногда необходимо посмотреть на проблему с региональной точки зрения. В нашем регионе отсутствует знание и осведомленность среди граждан. какую роль они играют. Важно просвещение, повышение осведомленности взаимодействия с общинами. Необходимо тесно взаимодействовать с общинами для того, чтобы преодолеть эти вызовы. и последнее, о чем мне хотелось бы сказать. Интеграция неформального сектора в развивающихся странах, например, в Гуане. 70% участников цепочки создания стоимости это участники неформального сектора. Говоря откровенно, мы считаем, что пластмассы, которые мы считаем наиболее опасными, это не обязательно те пластмассы, которые используются в упаковке, такими компаниями, как Неслей, другие. Это те пластмассы, которые производятся на местном уровне небольшими предприятиями. они существуют на всей территории нашей страны, но мы не знаем, кто это, кто эти компании. И эту пластмассу применяют очень широко. Изготавливают самые разные изделия из этой пластмассы, и никто не заинтересован в сборе этой пластмассы. И именно эта пластмасса представляет наибольшую опасность. Как упорядочить эту деятельность? Нужно, чтобы мы знали об их деятельности, чем они занимаются, о каких объемах пластмассы идет речь, какую пластмассу они каждый день выводят на рынок. Мы должны располагать соответствующей информацией. Я надеюсь на то, что будет создан механизм в рамках этого договора, который позволит развивающимся странам проводить именно эту работу. Необходимы финансирование, технологии, знания и последнее. Может быть, Джуди не понравится этот комментарий. Я хотел бы сказать пару слов о уже существующем загрязнении. В развивающихся странах за многие годы накопились огромные объемы пластмассы. возникает вопрос, разработаем ли мы договор, который не будет ретроактивным и будет учитывать лишь то, что произойдет после заключения договора. Если так, я думаю, что на нас будет возложено огромное время, потому что мы будем учитывать полный жизненный цикл и так далее. Но проблема уже существует, уже есть. Проблема с грязнением пластмассы. Эту проблему не удастся решить, если не будет ретроактивного подхода. Большое спасибо. Спасибо. Господин Буачи, вы выслушали разные точки зрения и отреагировали на них. какую роль играют заинтересованные стороны, каким образом должна быть организована работа как на национальном, так и на глобальном уровне для обеспечения эффективности действий. Уважаемые дамы и господа, времени осталось мало, много есть желающих выступить. с учетом этого мне хотелось бы попросить всех вас ограничить свои выступления, комментарии одной-двумя минутами. И, пожалуйста, выступайте кратко и по существу, для того, чтобы мы предоставили слово максимально большому количеству участников. Во-первых, я предоставляю слово представителям Малайзии. Прошу вас. Большое спасибо. Я хотел выступить в рамках предыдущей группы, но могу сделать комментарии по этой дискуссии. Мы говорим, что есть высокий уровень амбиций. Необходим практический подход со стороны отрасли. Каким образом добиться баланса? Какие потребуются компромиссы? может быть, отрасли необходимо будет разработать дополнительные инициативы, обязательства для того, чтобы нам удалось добиться гармонизации. Это позволит на кликативной основе решить проблему. мы не можем отрицать тот факт, что проблема существует, и ее срочно необходимо решить. Компромиссы неизбежны, и это пойдет на пользу будущим поколениям. Большое спасибо, Малайзия. Слово Шри-Ланке. Большое спасибо, уважаемые ведущие, уважаемые эксперты, за предоставленную информацию и за соображения, которыми вы поделились. Что касается социальных государств, отходы перемещаются в результате течений, на берега выбрасываются большие объемы мусора, и необходимо собирать и перерабатывать эти отходы. Трансграничная проблема мусора, требует особого внимания. Что касается сборщиков мусора, страны, в которых наблюдаются сложные ситуации с экономической точки зрения, находятся в землеположении, поэтому мы в национальную политику включили сейчас неформальный сектор. Мы работаем вместе с Министерством окружающей среды, делаем все для того, чтобы обезопасить их, делаем акцент на безопасности и гигиене труда, мы поощряем зеленые рабочие места. Работаем с предпринимателями. Далее, гражданское общество. Участники говорили о важности гражданского общества. Я считаю, что необходимо в частности подключить молодежь. Нам необходимо заботиться об окружающей среде. Мы все должны охранять всю нашу природу. Нашему старшему поколению не удалось добиться желаемых результатов и сейчас эта задача возложена на молодое поколение. Необходимо разработать национальные комитеты. Очень важно подключать молодежь к их работе в интересах охраны окружающей среды. Что касается отрасли, я очень рада, что вы упомянули и отраслевые структуры. Пластмасс негативно сказывается на всех. Все мы ощущаем негативные последствия. Это очень важное понимание. Необходимо ответственное производство. Я поздравляю промышленные круги с тем, что они стремятся обеспечить защиту здоровья человека и обеспечить охрану окружающей среды. Большое спасибо. Слово Маршаловым островам приготовится Япония. Я благодарю экспертов. Я надеюсь на то, что мы услышим дополнительные комментарии от заинтересованных сторон. Республика Маршаловы острова это вулканические острова. Мы не сразмерным образом страдаем от загрязнения пластмассой. В связи с этим у нас имеется национальное законодательство, которое запрещает импорт, производство, продажу или распределение одноразовых пластиковых стаканчиков, пластиковых пакетов для покупок и так далее. Мы уже приняли закон, который поощряет переработку. Закон касается возвратной тары. Мы поощряем сумки, которые можно повторно использовать, повторное использование картона, коробок. Однако мы отмечаем, что загрязнение пластмассы, в том числе в результате потери орудия улова, все это негативно сказано на наших морских видах. Мы расположены на низком уровне. Мы отмечаем, что сейчас проблема загрязнения становится все более и более острой, различные группы, отдельные лица, которые посетили наши острова, выскали свою обеспокоенность в связи с загрязнением пластмассой. И эта обеспокоенность существует уже на протяжении многих лет. Однако не предпринимаются никакие конкретные меры. Прогресса нет. У меня два маленьких сына. Они живут на Маршаловых островах. Я обращаюсь ко всем вам, присутствующих здесь. Необходимо работать сообща, разработать этот договор для того, чтобы решить проблему загрязнения пластмассой, в том числе в морской среде. Помогите мне добиться того, чтобы мои сыновья не росли на острове, который сделан исключительно из пластика. пластмасса. Спасибо. Спасибо. Именно для этого мы собрались сегодня здесь, для того, чтобы вместе мы смогли взять на себя такие обязательства. А сейчас слово предоставляется Япония. Я благодарю всех экспертов. Многие прибыли сюда из далека. Я надеюсь, что я смогу однажды посетить по-лау, чтобы увидеть, что происходит на местах. Но благодарю за то, что вы поделились этой информацией. Мы обязательно учтем ваши комментарии. Я международный юрист. Я не эксперт по пластмассе, но я очень многое почерпнул из этого диалога. На нас возлагаются большие надежды, список пожеланий очень длинный и необходимо его учитывать. Говоря о научных кругах, я считаю, что достоверные научные данные должны лежать в основе нашей работы. Необходимо тесно взаимодействовать с научными кругами. Благодарю вас. Благодарю вас. Наблюдатель 36. Мухер пара ла мухер. Здравствуйте. Мне хотелось бы поприветствовать усилия по организации этого форума. Конечно, можно сделать еще многое для того, чтобы добиться успеха. Но очень важно, чтобы голос каждого был услышан. Я благодарю государству членов, которые принимают участие в этой сессии. Это позволяет нам замкнуть политический цикл. Это позволяет нам получить уверенность в том, что наш голос услышан. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть важность проведения подобных форумов. Надеемся на то, что такая практика продолжится и на следующих МГП. И, конечно же, существует множество примеров в рамках других конвенций. маркерское партнерство. Об этом мы уже говорили. Хотелось бы также обратить внимание на форум частного сектора, который будет проводиться на полях конференции, которая состоится в марте. Это станет уникальной возможностью непосредственно установить контакт с частным сектором. Некоторые эксперты говорили о том, что это очень важно для того, чтобы перейти на экономику замкнутого цикла. Еще раз большое спасибо всем вам, уважаемые эксперты, уважаемые ведущие. Благодарю за этот интерактивный диалог. Я надеюсь на то, что он станет очень важной вехой в нашей работе. Благодарю вас. А сейчас слово предоставляется коренным народом. Наблюдатель 36. Добрый день. Мне хотелось бы сказать что эта дискуссия очень важна. Очень важно подключить к этой дискуссии представителей коренных народов в максимально возможной степени. Наше произведение, литература, искусство являются очень важным источником знаний. Я считаю, что необходимо учитывать эту информацию в переговорном процессе. Благодарю вас. Благодарю вас за ваше заявление. А сейчас слово предоставляется Соединенным Штатам Америки. Пожалуйста, ваши комментарии. Большое спасибо. Я благодарю ООН, уважаемых экспертов. Благодарю экспертов в рамках этой группы и предыдущей группы. Очень интересная дискуссия. Благодарю за то, что вы поддержите взаимодействие с интересовными сторонами в рамках этого процесса. Я вижу, что времени практически не осталось. Хотели бы, конечно, еще более подробно обсудить подотчетность. Мы высоко ценим комментарии, с которыми выступили уважаемые эксперты. Хотелось бы, чтобы эта дискуссия продолжилась относительно того, каким образом обеспечить проделанную работу. Благодарю вас. Наша задача заключается в том, чтобы содействовать дальнейшим дискуссиям. Мы не ограничимся лишь этой дискуссией, разумеется. А сейчас наблюдатель 22, деловая коалиция для глобального договора по пластмассам. Здравствуйте, меня зовут Аль Шапот, я представляю деловую коалицию для договора по пластмассам. Наша коалиция включает в себя 80 различных организаций, которые занимаются различными этапами цепочки создания стоимости, МСП, финансовые учреждения и прочее. Мы хотели, чтобы вы знали, что все больше предприятий признают, что этот договор должен обеспечить общие системные изменения в рамках нашей экономики. Ингер Андерсон, директор-исполнитель ЮНЕП, говорила в своем вступительном слове вчера, что необходимо помнить о прошлом, внедрять инновации для будущего. Мы уже имеем много элементов, которые позволят нам решить проблему. Например, фонд Магалин и прочие структуры занимаются проблемой снижения объемов пластмасса. Однако, как говорил уважаемый представитель ГАН, 80% не хватает. И сейчас очевидно, что добровольные инициативы не могут в одиночку решить проблему. Нам необходимо перейти к обязательным элементам. Что касается договора, мы не можем операться на национальные планы действия исключительно для того, чтобы эти планы были эффективными, для того, чтобы можно было их быстро осуществить. Глобальные общие правила, гармонизированные и согласованные стандарты исключительно важны для того, чтобы создать равные условия для предприятия, для того, чтобы избежать разрозненных решений. Мы хотели бы поделиться своими соображениями относительно того, каким образом скоординировать цели, обязательства в рамках договора для содействия прогрессу на протяжении всей цепочки создания ценностей. Наша коалиция считает, что мы не сможем преодолеть кризис, если не будет сокращаться объем производства и использования пластмассы. Необходимо полностью отказаться от проблемного пластика. Необходимо добиться того, чтобы пластик оставался в хозяйственном обороте, сохранял свою ценность. Очень важно избежать утечки макро-микро-пластик пластмасс в окружающую среду. Необходимо улучшить инфраструктуру и потенциал обращения с отходами. Это очень важный элемент программы работы. Однако сокращение объемов это самый важный элемент производства и использования пластмассы. Должно быть сокращено, в противном случае мы не сможем добиться поставленных целей. Уважаемые делегаты, мы приветствуем эту возможность взаимодействовать с самими в рамках этого процесса. Мы готовы внести свой вклад в эту работу и готовы поделиться своими соображениями относительно того, каким образом мы сможем продвинуться вперед. Убеждены в том, что очень важно прислушиваться к самым разным заинтересованным сторонам. Мы должны подключить неформальные секторы, они должны быть участниками переговорного процесса, необходимо обеспечить справедливый переход. Кроме того, необходимо подключить представители гражданского общества, коренных народов, научных кругов, бизнес-коалиции для договора по пластмассам готовы взаимодействовать в рамках этого процесса. Благодарю вас. Большое спасибо. Председатель ЮНЕСКО по устойчивым океанам. Это группа. Кто-то выступит? ИГО-2. Кто еще? Да, пожалуйста. Я благодарю секретариат ЮНЕП за организацию нашей работы. Я благодарю и делегатов, и панелистов. Хочу спросить, вы вы или ваши семьи. Могут ли они, на ваш взгляд, объяснить другим людям важность той работы, которую мы здесь занимаемся? Как рассказать тем, кто здесь не присутствует, насколько важна эта работа? Если взять, например, повестку, связанную с изменением климата, вы помните, наука очень давно говорила о опасности, и в начале средства массовой информации не были привлечены к этим тревожным звонкам. Как привлечь внимание широкой общественности с самого начала, дамы и господа? Вы знаете, мы закончим второй раунд нашей работы. Я извиняюсь, что мы не смогли дать слово всем. Было большое количество вопросов. мы хочу, чтобы мы поаплодировали нашим участникам этой группы паналистов. Мануэль, давайте вместе каким-то образом подведем итоги этих двух панельных дискуссий. Сегодня мы много говорили, было много разных идей. Есть ли оптимизм, есть ли люди выходят на сцену от всего сердца и искренне говорят о том, что их волнует в нашей тематике. Я думаю, что мы все-таки в правильном направлении движемся. И такого рода диалоги позволяют объединить различные точки зрения. Ведь для многих это не просто то, что я не буду использовать пластиковые пакеты, когда я иду в магазин. Понимаете, для многих это вопрос не пластикового пакета в магазине, это вопрос, можно сказать, жизни и смерти. И представитель Маршаловых островов говорила здесь о том, что она не хочет, чтобы ее внуки жили на островах, которые полностью покрыты пластиковым мусором. Насколько то, о чем мы здесь говорили, дает нам какой-то оптимизм. Вы знаете, это оптимизм и вера, и доверие, если хотите. Если мы все вместе движемся к единой коллективной цели, все знают, что мы готовим юридически обязывающий документ для того, чтобы прекратить пластиковое загрязнение. Во-первых, нужно иметь ясную цель, когда цель ясна, уже легче идти. И очень важно, и Доминик, по-моему, говорил о том, что если мы хотим добиться чего-то, необходимо изменить систему. Именно поэтому нам вспомнить как сформирована наша Солнечная система в центре Солнца. И если проводить такую аналогию, надо понять, что Солнце это цель. И затем орбиты планет подразумевают то, что мы должны сделать. понимать, я слышал о том, что решения должны учитывать такое понятие, как права человека, как справедливость, но и разработку таких нормативов, которые бы помогали нам двигаться к этому. Второй элемент, который имеет большое значение, это роль науки. В ходе обсуждений многие говорили о том, как, например, наука или представители IPCC с помощью науки пытаются трансформировать нашу экономику. и у нас та же самая история. Мы должны разговаривать с широкой публикой и говорить с ней на основе научных фактов. Это, на самом деле, то же самое, что и я записала. Я полностью согласна с тем, что этот переход должен быть справедливым. С другой стороны, со стороны бизнеса много призывов мы слышали. Здесь есть представители промышленности, индустрии, много устойчивых бизнес-инициатив, как они представляют свое движение вперед и как они могут стать частью решения. и вопрос подотчетности. Как сделать бизнесы ответственными за то, что они делают. Это так. Мы слышали, и это важно. Мы должны ставить конкретные цели, решения, которые смягчат нынешнее состояние пластикового загрязнения. Сейчас многие говорили, и это так. Очень много одноразовых пластиковых предметов. Вспомните Палау, Маршалово острова. Речь идет о целостном решении. и эта связь очень важна. Опять-таки циркулярная экономика. Многие участники поднимали этот вопрос. И хочу еще сказать что-то применительно к тому, что вы говорили о подотчетности. если у нас есть четко поставленные цели, нужен механизм, который бы отслеживал наш прогресс, наше движение к этой цели. И представитель США об этом говорила. Мы можем, конечно, безусловно, в других обстоятельствах более подробно это обсуждать. Но очень важно вызвать определенное доверие к тому, что мы делаем. Это ключевой элемент, потому что подотчетность подразумевает доверие. Насколько мы доверяем той или иной системе, тому или иному механизму, и над этим надо работать. И очень важно сделать так, чтобы наши инициативы распространялись не только на сектор, скажем, упаковки. У нас есть пластик в текстиле, есть рыболовные снасти, есть пластик в сельском хозяйстве. И очень важно, чтобы все эти элементы также подпадали под нашу дискуссию. Потому что многие думают, что пластиковые пакеты, упаковка это... Но это не все. Есть много других элементов. и кто-то сказал, что понятно, уже все, хватит, но я хочу добавить одну вещь. Я чувствовал и я видел желание людей вести этот диалог открыто. мы говорим о неком новаторском механизме и мы должны выработать повестку многостороннюю. Об этом говорила экологическая ассамблея ЮНЕП. очень важен эффективный механизм привлекать соответствующие силы для принятия решений и привлекать другие силы или те же самые для реализации этих решений. И желание всех акторов продолжать этот диалог важно для нашей повестки. Абсолютно согласно с вами. Один из участников дискуссии говорил, мы не должны ждать когда мы получим точные данные от науки. Надо действовать уже сейчас и все готовы начать эту работу. Дамы и господа большое спасибо. Спасибо и хорошего вечера. Спасибо. 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 sanctу Delegates a few housekeeping announcements we recommend Delegates to wear masks and exercise social distancing masks will be made available throughout the facility for use hand sanitizes are available at the registration desk if you experience symptoms or if you unwell please isolate in your hotel room Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...